Мы продолжаем знакомство с участниками выставки World Food 2022. Рядом со мной Сергей Шабала, CEO Третье Чувство. Сергей, здравствуйте. Расскажите, что вас привело и вашу компанию привело на эту выставку. Здравствуйте еще раз. Компания Третье Чувство, которая привела на эту выставку. Мы уже имеем опыт 12 лет, работаем с различным сегментом в области ритейла. И фуд ритейл тоже один из основных направлений. Мы, как компания, решаем задачу, связанную с конечным элементом, который формирует полезную атмосферу, связанную с устранением неприятных запахов, которые могут идти от еды, от большого потока людей, и созданием нужной атмосферы с помощью вкусных, приятных ароматов. Ключевая задача компании, основное направление – это профессиональный аромамаркетинг на базе профессиональных решений. А здесь сюда приехали посмотреть еще раз, какая ситуация с рынком в рамках текущих непростых экономических условий. Радует, что внутренний производитель развивается. Интересно, что ритейл сам ищет различные решения, чтобы удержать аудиторию, чтобы аудитория была комфортной, приятной, свободной находиться. Вот поэтому, наверное, одна из основных задач, которую я здесь решаю. Вы когда говорите про аромамаркетинг и вообще про вот эту сферу именно запахов, мне в голову приходит такая вот первая, наверное, мысль. Ну вот я пришел в магазин, мне очень вкусно пахнет хлебом, свежей выпечкой, например, если здесь кулинария. Чего еще здесь придумывать? Ну вроде вот пахнет и пахнет, я уже привлечен. Первое. Во-первых, не во всех магазинах пахнет вкусной кулинарией. Во-вторых, есть определенные отделы и разделы в супермаркетах, которые, где есть холодная продукция, где есть мясная, рыбная продукция, где требуется устранить неприятный запах. Это можно делать с помощью запахов, которые имеют в составе лимонную составляющую, лайм, апельсин и так далее, чтобы нивелировать эти неприятные запахи и, так скажем, создать больше коммуникации, увеличить время контакта клиента с продуктом, чтобы он не взял первое попавшее, а чтобы он мог свободно там находиться, потому что ключевой аспект – это блок-фактор. Блок-фактором является в нашей системе физиологической неприятный запах. Если человек чувствует неприятный запах, он мгновенно уходит, решая базовые задачи. Вот задача нашей компании, которую мы решаем перед нашим клиентом – устранить этот блок-фактор и сделать комфортные условия. Насколько сейчас вообще компании заинтересованы, насколько они активно внедряют ваши решения? Ну, как я сказал, мы уже отметили недавно 12 лет уже от основания компании, плотно началось все с 2014 года. Есть разные сегменты, соответственно, есть и спрос. У нас есть в крупном ритейле, есть замеры, которые показывают, что при установке ароматов, например, в зоне кофейной, чайной, увеличиваются продажи, потому что дольше находятся клиенты. Есть связка с продуктом. То есть, если правильно подойти, то можно с точки зрения установки в определенных категорийных отделах увеличивать продажи того или иного продукта. Очень главное правильно это делать, подбирать нужный аромат, соответственно, замеры можно сделать. Таким образом… Какие-то цифры в общем приводите, например, убрав неприятный запах или добавив хард? Недавно по одной из сетей, которая занимается как раз, по-моему, хлебобулочными изделиями, у нас с сеткой сейчас идет пилот, вот выяснили, что внедрение около 3% дало прибавку продаж по всей сетке. Небольшой процент, но самое главное, мы сформировали полную атмосферу, которая завязана на продукте, и этим самым еще увеличили чуть-чуть продажи. Соответственно, это полностью отбивает вложения и дает еще эффект. Спасибо вам большое за интересную беседу и успехов вам на этой выставке. Спасибо всем. Спасибо.